162 года назад на берегу Амура был основан небольшой военный пост. Сегодня он превратился в один из самых крупных и самых красивых городов Дальнего Востока – Хабаровск. Важный культурный, логистический и деловой центр нашего макрорегиона. За минувшие полтора столетия хабаровщане внесли огромный вклад в освоение Дальнего Востока, в развитие и оборону нашей страны. Недаром в 2012 году Хабаровск указом президента России получил звание «Город воинской славы». Здесь базируется штаб Восточного военного округа, проходят масштабные парады победы. А в 2020 году телевизионная трансляция воздушного парада оказалась одной из самых зрелищных. Хабаровск – единственный город страны, откуда президент, помимо Москвы, поздравлял россиян с Новым годом. Это было в 2013 году. В этом году, дорогие друзья, я обращаюсь к вам с новогодним посланием не как обычно из Московского Кремля, а с Дальнего Востока, куда приехал, чтобы встретить Новый год с теми, кто с честью и достоинством прошел испытания стихии, но не может пока отметить праздник в собственном доме. Хабаровск известен практически каждому человеку в стране, даже тем, кто никогда не был на Дальнем Востоке и совсем не разбирается в географии. Изображение города размещено на пятитысячной купюре. И это очень символично, ведь в списке самых благоприятных для предпринимательства городов столица Хабаровского края занимает одну из лидирующих позиций. Активно развиваться бизнесу помогает территория опережающего развития. Одна из трех первых ТОР появилась именно в Хабаровске. Благодаря ей в городе и регионе запускаются новые крупные современные производства, появляются новые рабочие места. В 2019 году в рамках ТОР завершен один из важнейших для города проектов. По поручению президента России Владимира Путина, в Хабаровске построен и открыт новый современный пассажирский терминал внутренних авиалиний. Три миллиона пассажиров на пропускная способность. Это для Хабаровска очень значимая цифра. Надеюсь, уверен, пойдет на пользу людям, которые здесь переживают, которые будут приезжать сюда для того, чтобы в регионе работать, знакомиться с его природными ресурсами, с его красотами. Кроме того, сегодня в городе реализуется уникальный проект. Первое на Дальнем Востоке государственно-частное партнерство в транспортной сфере. Для того, чтобы связать все площадки ТОР Хабаровск, а также разгрузить центр города от транзитного транспорта и соединить сразу три федеральные трассы Уссури, Амур и Восток между собой, строится автодорога «Обход Хабаровска». Хабаровщане любят свой город и заботятся о нем. Недаром Хабаровск занимает верхние строчки многих рейтингов. Он один из самых благоустроенных городов России и один из самых комфортных для ведения бизнеса. Здесь хорошо развита инфраструктура. Это позволяет проводить спортивные мероприятия мирового уровня. Чемпионат мира по бенди, кубок мира по прыжкам на батутах, чемпионат мира по кёху-шинкай карате и другие. А еще Хабаровск – один из самых солнечных в стране. Здесь 300 дней в году ясное небо. В такой город нельзя не влюбиться. С днем рождения, любимый город! С днем рождения, Хабаровск!